Уважаемые зрители, сегодня мы представляем вам знаменитую казахскую немку Алина Кан. Алина Кан преподает казахский язык и делает ролики в соцсетях. Уже стала очень знаменитой этом видео, ее берут более миллион просмотров. И ее в последнее время стали приглашать в казахское телевидение и очень интересоваться ее творчеством. Алина, я очень рад, что вы сегодня у нас в гостях. Конечно, как казахская немецкая газета, нас интересуют ваши немецкие корни. Можете немножко рассказать, кто из вашей семьи немцы? И есть ли какие-то традиции вы знаете с детства, может быть, даже праздники, которые вы отмечали? Здравствуйте, Дариус. Я очень благодарна вам за приглашение. На самом деле у меня папа немец, мама русская. Но так как я с отцом не поддерживала общение на протяжении 22 лет, так как их корней, откуда они, их традиции, немецкие традиции, я не знаю. Но всегда внутри, в душе у меня было чувство, что я не русская, я немка. То есть я вижу ментальность русских, то есть как они живут, и я чувствовала, что я не их. То есть рядом с ними себя не чувствую, как они. И какие-то праздники немецкие, знаю только Пасху немецкую, больше праздников не знаю. Но наслышано, что мои предки, то есть со стороны папы, мой папа, когда-то они были переселены во время войны именно в район Баканаса, потому что туда переселяли немцев, жителей, и потом они там остались жить. Так вы в семье только на русском общались в детстве, да? Да, только на русском. Потом очень интересно, как возник ваш интерес к казахскому? Как вы начинали любить этот язык? Я, так как я выросла с дедушкой и бабушкой, моя мама очень рано покинула этот мир. И мы жили в ауле, я помню, мне года 3-4 примерно я вышла, и нужно как-то жить, как-то играть. Везде казахский язык. На тот момент не было телефонов, не было интернета, не было переводчиков. И у меня были два соседа, мальчики, мы ровесники, если так посудить. И они мне что-то говорили, я не понимала, что они мне говорят. Это происходило через забор, этот диалог. И я просто повторяла за ними. Они мне говорили, Алина, жирой наек. Я думаю, Алина, значит, они обращаются ко мне. Ну-ка я повторю, что они говорят. Я за ними, жирой наек. И так я научилась именно правильному произношению. И далее уже визуально они мне показывали, например, это стул, это терезе. То есть когда человеку показываешь и называешь предмет, ты быстро запоминаешь. И так я пошла в первый класс уже с каким-то маленьким словарным запасом. И я помню первый урок казахского языка, помню учительницу свою. И она начала объяснять. И у меня тогда возник интерес к казахскому языку. И с первого класса по одиннадцатый класс я полностью освоила грамматику, участвовала в разных олимпиадах республиканского уровня. Я любила именно казахский язык. Не скажу, что я другие предметы не любила, но интерес такой был к казахскому языку. Потом я хотела поступить в русскую группу, высшее учебное заведение. И в детстве мечтала быть преподавателем казахского. Но когда мы вырастаем, у нас меняются уже наши цели, другие мечты появляются. И я думала, я искала такую профессию, где можно было побольше заработать. А потом поступила в высшее учебное заведение и в итоге в казахскую группу. Но хотела поступить в русскую, потому что у меня русский язык в посёлке совсем ухудшился. Так как я любила казахский, разговаривала только на казахском. Поступила в казахскую группу, закончила. И сейчас по своему хобби я преподаю казахский язык. Как вы приняли это решение именно преподавать? Потому что преподавать это очень нелёгкое дело. И что было этим толчком, когда вы сказали себе, я хочу именно преподавать его и другим людям тоже показать этот прекрасный язык? Вы знаете, я думаю, на подсознательном уровне это было в классе четвёртом, Когда у меня поменялся учитель казахского языка, он был, она была женщина, 26 лет, девушка, молодая на тот момент, Гульжан Мухтаровна Асанбаева. И я смотрела на неё, и мне так нравилось, как она преподает. И я думала, я тоже хочу преподавать. Но это забылось потом, во времена студентов, когда я была студенткой, я начала брать учеников. И у меня это очень хорошо получалось. И моя мечта была, наверное, всегда отдавать людям что-то. Я хотела всегда принести пользу своей родине, так как я очень сильный, большой патриот своей страны, Что-то принести хорошее. И вот так получилось. Я слышал, что ваши уроки вы преподаете в казахском разговорном клубе в Алма-Ате. Да. И тоже в сайт-сетях, и там каждый может смотреть ваши ролики. Они совсем бесплатны. Почему вы решили это бесплатно делать? Это решение было не только моё. То есть есть такое движение в Казахстане, Миньель Миньетелем. И это их проект, в который я тоже вложилась. И это правильно, я считаю, бесплатно преподавать людям. То есть не у всех людей есть возможность учить казахский язык. Поэтому, мне кажется, это хорошо, потому что люди могут приходить. И, в принципе, когда государство хорошо знает свой язык, это государство не победит, потому что, зная язык, люди сплочены. И поэтому бесплатно это правильно. И многие люди к вам на уроки придут. Было бы, конечно, тоже интересно узнать, это в основном граждане Казахстана, которые хотят изучать, лучше стать, или иностранцы, приедшие беженцы? Иностранцы тоже есть, беженцы тоже есть, но их очень малый процент. В среднем на урок приходит 50-60 человек на один урок. И из них, я думаю, процентов 30-40 это сами казахи, которые не знают свой родной язык, либо которые хотят укрепить свой родной язык. Остальные же представители других национальностей, которые мирно живут у нас в Казахстане, но тоже хотели бы изучать. И каждый, кто приходит на мой урок, я ему задаю ученику вопрос первый. Для чего вы сюда пришли? Потому что я считаю, что у этого человека, который пришел, чтобы научиться казахскому языку, должна быть цель. Для чего тебе это нужно? Ты хочешь сам? Или это твоя надобность для работы? И большинство отвечает, что они хотят сами учить язык, потому что им стыдно, они живут в Казахстане, они хотят понимать казахский народ. Это меня очень радует. И как так пошло, что в Казахстане ни маленькая часть не знает язык в стране, главный язык в стране. В чем вы видите причину этого проблемы? Это идет очень давно от истории. То есть раньше, так как был Союз Софийских Социалистических Республик, все было на русском языке. И то есть предки, прадедушки, дедушки, прабабушки, они разговаривали на русском языке. Это как русский язык был в приоритете. И это так и пошло, и так и пошло. И сейчас до сих пор продолжается. Но на самом деле последние два года у людей интерес к своему родному языку очень сильно вырос, так как все поняли, что мы большая независимая страна, и мы должны укреплять именно свой язык. Так как он вырос, интерес. Где вы видите казахский язык, скажем, через 10 лет? И что вы думаете, как он будет именно в Казахстане развиваться? Через 10 лет, я думаю, что многие люди, большое количество, большой процентный показатель людей, жителей Казахстана будет знать казахский язык, государственный язык. И это укрепит не только казахский народ, но и межнациональное отношение. То есть казахский язык будут ценить и другие страны. Потому что, я думаю, вы заметили, после того, как распался СССР, другие страны отделились, и они сразу поставили перед собой такое условие, что все должны знать язык своей страны. У нас уже в Казахстане такого не было. И сейчас это все к этому идет. И я очень рада, и я вижу казахский язык в будущем как большой язык, который знает весь Казахстан. Вернемся к вашим урокам преподавания. Было бы интересно узнать, какие у вас есть методы преподавать. Я сам смотрел это видео, видел, что там вы много поете песни народные, и как-то общение очень веселое, эмористическое, можно сказать, иногда. Да, так как я сама учила казахский язык, то есть я не так, чтобы раз родилась в казахской семье, такого не было. Я сама учила, как меня учили, как я училась. Таким методом я преподаю людям. И самое простое – это то, что человек должен больше разговаривать, а не учить грамматику. Конечно, без грамматики никуда, но она должна составлять малый процент. Больше человек должен разговаривать. Когда мы поем песни, мы слышим, воспринимаем на слух язык. А писать и читать на языке, понимать его и воспринимать на слух – это две разные вещи. Поэтому мы поем песни, мы учим традиции и обычаи казахского народа. Вы стали в последнее время очень знаменитой в Казахстане, потому ваши ролики в соцсетях внимали много внимания, и вас пригласили на телепередачи в казахстанском национальном телевидении. Было бы интересно узнать, есть какие-то планы ваши уроки казахского развивать и делать это в вашей главной профессии? Да, конечно же. Я считаю, что я сейчас проживаю жизнь твоей мечты. Я работаю по своему хобби, так как я большой патриот своей страны. И у меня большая благодарность казахскому народу. Я планирую принести большой вклад в своей стране, планирую расширить, масштабировать свои курсы, свои уроки обязательно в будущем. Я думаю, у меня появится платформа своей изучения казахского языка. Сейчас, на самом деле, очень много таких, как я, то есть представителей других национальностей, которые преподают казахский язык. Но я считаю, что каждый человек индивидуален. И у каждого человека свой способ, метод преподавания. И так как людей много, и люди делятся на разные типы, то есть кто-то найдёт мой метод преподавания для себя очень лёгким. Поэтому планирую масштабироваться. У вас есть какие-то советы людям, которые уже интересуются изучать казахский язык? И которые хотели бы очень... Ну, не знают, как ли это, удаётся ли это им? Самое первое — это нужно практиковать. То есть человек, наш мозг, как губка, и губка впитывает воду. Представим, что вода — это информация. И в конце концов губка заполнится, и уже некуда будет информацию принимать. И человек много знает, но не может это применить. Тогда зачем ему это всё? То есть нужно всегда прорабатывать это всё. Например, ты сегодня выучил одну фразу — «Пойди в магазин, используй её». Даже салиметь с избе. Просто иди и поздоровайся с кем-то. Ты должен барьер, который у тебя есть, преодолеть. И так далее, далее ты должен разговаривать. Тогда твоя губка уже будет циркулировать в воду, и, соответственно, мы знаем, что вода высыхает, и это будет у нас откладываться очень хорошо в нашем мозге. Это самый главный совет. И слушайте, как другие говорят. Кто-то в автобусе что-то сказал, например, «Жулахсы нищетингет рада», как я сама учила. Я просто стояла и повторяла «Жулахсы нищетингет рада», «Жулахсы нищетингет рада». То есть чтобы выучить эту фразу, я заучивала. И до сих пор, то есть сейчас казахский язык развивается, появляются какие-то новые слова, новые фразы. Нужно всегда-всегда учить. На одном этапе останавливаться нельзя. Это самые главные советы. И основной такой несовет, наверное, на Зидании нужно любить язык, нужно любить народ. Если ты будешь с любовью относиться ко всему, у тебя всё получится. Так если у вас теперь возник интерес изучать казахский язык, можете ознакомиться в соцсетях Алины, ссылки будут в описании. Я очень благодарю вас за это интервью. Желаю вам удачи, успеха в вашей работе. Рахмет. Благодарю. Я тоже желаю вашей газете процветания, чтобы вы охватывали большие масштабы. Благодарю за интервью. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.